Первый месяц весны подходит к концу, теплые дни все ближе, и многие самарцы уже ждут возможности использовать средства индивидуальной мобильности, в том числе те, что доступны в рамках работы компании, предоставляющих электросамокаты в аренду. Но в правилах дорожного движения и правилах благоустройства городского округа Самары появились пункты, касающиеся передвижения на таких самокатах. Определены территории, где установлено ограничение скорости, а также места, где нельзя оставлять самокаты. Об этих изменениях и эффективности принятых мер говорили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Что касается требований к этим самокатам, вот все, что появилось в прошлом году и были внесены изменения в правила дорожного движения в части, где можно ездить, где нельзя на них ездить, какое ограничение скорости, возможность движения там на выделенных дорожках, на пешеходных тротуарах, в правой полосе дороги автомобильной, все эти нормативы также продолжают действовать. Также на комиссии обсудили предстоящий ремонт травойных путей на участке Новосадовой от Барбошиной Поляны до улицы Нововокзальной. Под путями устроят систему ливневой канализации, чтобы линию не затапливало ни весной, ни во время сильных дождей. Щебеночное основание и рельсошпальную решетку полностью заменят. Для проведения этой работы необходимо будет полностью перекрыть движение трамваев на этом участке. Чтобы пассажиры смогли, как и прежде, пользоваться транспортом по привычным маршрутам, будет запущен заказной автобусный маршрут. Он будет абсолютно бесплатным. Пассажиры смогут пользоваться им на участке от Ташкентской до 22-го портсъезда, а затем будут пересаживаться на необходимые трамвайные маршруты. Интервал движения заказных автобусов предусмотрен в зависимости от временных промежутков. 5 минут в часы пик, 15 минут в остальное время. Заказные автобусы будут останавливаться на всех имеющихся на пути остановочных пунктах. За работой дополнительных автобусов обеспечат контроль. Минимизация неудобств для горожан в приоритете, поэтому и сроки ремонта скорректировали. Его начнут не с середины апреля, как планировалось ранее, а перед майскими праздниками. Ремонт будут выполнять с 28 апреля по 30 июня. Мы решили сдвинуть закрытие движения на 28 апреля для того, чтобы в выходные дни отработать эту схему. И уже когда граждане вышли на будние дни, можно было что-то там подправить. Каких-либо других возможностей с каким-то частичным движением вопрос не рассматривался. Это невозможно с точки производства работ, потому что трамвайные пути полностью будут демонтироваться. На время закрытия движения работу трамвайных маршрутов, проходящих по улице Новосадовой, намерены организовать вариативно в зависимости от дней недели. С этой информацией можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. В дальнейшем, после капремонта на первом участке трамвайной линии, ее обновление продолжится в границах улиц Нововокзальной и Кольца в районе завода имени Тарасова. К следующему этапу уже готовятся. Работы находятся на стадии проверки сметной стоимости. Кроме того, на комиссии обсуждали вопросы сезонного обслуживания улиц, планы по ремонту дорог на предстоящий сезон в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также профилактику детского травматизма на объектах дорожного движения. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.